Эта зеленая красавица появилась в трубоэлектросварочном цехе номер 2 в первые декабрьские дни. Рабочие сделали вывод – ура, есть годовой план. Но если раньше новогодняя красавица досрочно приходила только на один из участков, то в 2011-м раньше срока годовую программу выполнил весь коллектив цеха. Вот она и обосновалась в новом цеховом музее рядом с образцами продукции. И стоит отметить очень хорошую работу в этом году всех участков цеха. В цехе в этом году работало 6 трубоэлектросварочных станов, были в работе отделения производства оцинкованных труб, в том числе стан номер 5, который называется ТМК КПВ, которому на следующий год будет 5 лет, как мы его ввели и осваивали. Он тоже выполнил досрочно и отгрузку, и производство. Вообще-то пятый стан в трубоэлектросварочном цехе номер 2 носит еще одно название – ТМК КПВ. Специалисты объясняют – это современный стан, он имеет меньшее количество формовочных клетей. Вместо шести на рядовых станах здесь их только три. Непосвященный делает вывод, значит, процесс производства трубы значительно сокращен. А еще пятый стан имеет уникальный сварочный узел, который умеет так настроить шов на будущей трубе, что ее качеству завидуют сами работники цеха. Вот он, самый последний образец трубы в цеховом музее. Этот сортамент освоен на пятом стане только в нынешнем году. Нам необходимо расширять сортамент. Вот этот стенд, который сейчас позволяет, и мы это видим, это, скажем так, тот сортамент, который мы можем предложить заказчику, который мы можем удовлетворить его во всех своих, так скажем, потребностях, по сортаменту, по маркам стали. Поэтому это наша рыночная реалия такая, скажем. Поскольку все-таки наша продукция пользуется сезонным спросом, основная нагрузка в этом году легла на коллектив цеха с мая месяца по октябрь. Набирали дополнительных людей, обучали, создавали дополнительные бригады в кратчайшие сроки, в чем и обусловилось досрочное выполнение производственной программы. Понятно, что успех любого коллектива зависит напрямую от уровня подготовки, квалификации людей, работающих в нем. Постоянный процесс обучения сотрудников, инвестиции в развитие человеческого капитала в цехе является основой для развития. Опыт, который набрали рабочие и мастера за небольшой срок, который мы работаем, то есть мы буквально четыре с небольшим года работаем с ТАНом, рабочие повышают свой опыт, то есть накопленный опыт помогает в работе, снижает простое, тем самым мы сделали план в этом году, то есть опять же благодаря опыту рабочих. И организации мастеров, которые очень тесно работают с начальниками смен, то есть это своевременная отгрузка трубы, практически даже бывает, чуть ли не труба еще, можно сказать, теплая, уже сразу грузится в вагон. На складе готовой продукции идет отгрузка. Но если учесть, что новогодняя елка уже сверкает огнями, то это уже задел на 2012 год. Здесь говорят, работать в условиях постоянной загрузки нелегко, но это лучше, чем тогда, когда нет заказов. Отправляем трубы по всему бывшему Советскому Союзу, грузим трубы за рубеж, ближние за рубежи в основном, это Казахстан, Белоруссия, грузим вагонами, грузим машинами. Вот, допустим, за 11 месяцев этого года у нас вот гружено цехом и участком склада готовой продукции 357 тысяч тонн трубы. В том числе на автомашинах отправлено 150 тысяч тонн трубы. В эти минуты металлическая полоса по фронтальной направляющей снова движется к сварочному узлу. Все происходит мгновенно. Вот полоса сформировалась, потом чудесное превращение ее в трубу пройдет через сварку, а еще будет калибровка и отрезной станок, который сейчас работает без простоев. Идет движение к новым производственным рекордам. Ольга Фролова, Александр Полищук. Новости нашего города.